Сегодня сусветный день братьбы с инсультом. Чтобы понять, что у человека сдарилось острое порушение мозгового кровозворота, есть простые критерии. Об них сегодня в шпитале инвалидов Великой Айчинной войны нагадывали студенты медуниверситета, а также вымирали пациентам артериальный тиск. За год, когда 5 тысяч жихоров Гомельской области переносит инсульт, с их, когда тысячи, трапляют на лечение в шпитале. 150-200 – люди працаздольного взросту. Все лето празмедустанову пройшло больше, як 800 пациентов. Молодшему было усяго 25 годов. Перенесен инсульт протягуя займать первое место у свете по причинах инвалидности. Тому специалисты не стамляються нагадывать, як знизить рызаку возникнения такого тяжкого захворвания. Треба вести здоровый лад життя. Отмовиться от курения, алкоголю, за лишнего споживания соли и тяжкой ежи. Быть физично активными и по мягчимости избегать стрессов. Важно так само видать свой артериальный тиск и регулярно его вымирать. И при этом не забывать о первых предметах инсульта. 70% инсульта начинается с того, что у пациента наблюдается перекос лица, слабость в руке или ноге и нарушение речи. Поэтому мы просим пациентов вытянуть вперед руки. Если одна рука опускается, мы говорим о том, что есть слабость. Мы просим улыбнуться. И если мы видим перекос лица, то это тоже может быть признаком инсульта. И мы просим назвать свое имя. И если человек не может этого сделать, то самым первым действием – это вызов скорой помощи. Как можно быстрее. За час проведения акции у ее приняли удел каля 50 будущих медиков. Для их готов опыт. А для пациентов мотивация больше пильно сошит за своим здоровьем.